Добрый день, мои прекрасные! Вы на канале Елены Акинфеевой. И сегодня я хочу поговорить с вами о женских сумках. Женская сумка это одна из главных подружек женщин. С помощью нее мы подтверждаем свой статус. И по женской сумке иногда можно многое рассказать о ее владелице. Поэтому выбор сумочки это серьезный момент, если вы заботитесь о своем имидже. Поэтому сегодня я хочу вам помочь выбрать свою лучшую спутницу. И особенно приятно, что те модели, про которые я буду рассказывать, предложены по очень выгодным, по просто отличным ценам. Оставайтесь со мной на канале. Я думаю, что я сегодня расскажу вам очень много полезного и вам будет интересно. Так что не отключайтесь! Начну я, пожалуй, с этой малютки сумки от Dolce & Gabbana Sicilia, которая была, есть и будет актуальна еще долгие сезоны. Мне очень нравится этот размер Small, так как с приходом лета количество слоев одежды уменьшается, и ткани выбираем мы все более невесомые. Поэтому и формат сумки хочется взять поменьше. Она такая элегантно-миниатюрная, это идеальный размер, и от него вы никогда не устанете. И в эту сумочку всегда поместится и телефон, и косметичка, и ключи, кошелек. То есть она достаточно еще и вместительная. Это модель из тисненной лакированной кожи под рептилию. Кстати, это сейчас абсолютный тренд. И она практически неубиваема. Даже небольшие какие-то царапки, которые появляются в процессе носки, они будут не видны. А сочетание трех вкусных таких цветов, как карамельный, йогуртовый, цвет спелой сливы, дает большой полет для вашей фантазии, с чем же можно сочетать эту сумочку. Носить сумку можно за маленькую ручку. Отстегнув плечевой ремень или оставив его связать вниз, это тоже будет очень стильно смотреться. Логотип спереди идеально подойдет для тех девушек, которым не нравится большая логомания. Откидной клапан на двух магнитах, и это очень удобно. Внутри она тканевая, с леопардовым подкладом. Там есть два кармана. Один для телефона, но мне удобнее использовать его для мелочей, вроде помады и наушников. И второй карман из кожи, с логотипом бренда. Вторая сумка, про которую я хотела бы рассказать, это черная сумка Dionysus Bamboo. Вошла в классическую коллекцию бренда Gucci. Я обожаю эту модель. Она статусная, презентабельная, объекта вожделения многих модниц. Это та изюминка образа, которая привлекает к себе восторженные взгляды. Размер сумки medium. И так как она сделана из достаточно плотной матовой кожи, то большой размер я бы не рекомендовала брать, потому что вес у нее будет достаточно приличный. Характерной для этой модели является серебристая пряжка, которую венчают две тигринные головы. Она усыпана сверкающими кристаллами Сваровски. Ах уж эта бамбуковая ручка, это визитная карточка модного Дома Гучий. Именно они первыми придумали такую потрясающую деталь. Благодаря своей архитектурной форме в виде гармошки сумка очень-очень вместительная. У нее внутри два больших отделения на замке кармашек для более ценных вещей и два маленьких кармашка для мелочей. В комплекте идет съемный плечевой ремень. Он выполнен в цветах знаковой ленты ВЭП, впервые появившийся, кстати, в 1950 году. Как ни странно, такой текстильный ремень, он не только дополняет эту модель, но и дает ей особый шарм. Одной из культовых сумок стала сумка от Fendi Mon Tresor. Светло-коричневая сумка напоминает по форме мешок. Она идеально впишется в гардероб тех модниц, которые устали от правильности линий и строгости в аксессуарах. В ней использована комбинация гладкой коричневой кожи матовой и глянцевого текстиля. Смотрится достаточно эффектно. Здесь только одно большое отделение внутри с кармашком, и традиционно она застегивается и расстегивается вот на такой шнурок. Кстати, очень удачный выбор кожи. Она в меру эластичная и прочная, поэтому и не деформируется. Спереди большой значок, на нем выгравировано лого. Очень стильно, очень, я бы сказала. И особенно, что мне нравится, это широкий ремень. Особенно выигрышно сочетание широкого ремня и небольшого размера сумки. Длина ремня регулируется. Традиционно используется яркая золотая фурнитура с лого. Шикарная находка на селе. Следующий фаворит бренда это Saint Laurent. Модель Vicky Medium. У нее мягкая матовая кожа, простеганная вертикальными полосками. Она такая приятная на ощупь, что от нее невозможно оторваться. На широком клапане монограмма, цвета античного золота. Также в этом же оттенке выполнен плечевой ремень-цепочка. У ремешка есть кожаная часть. И это безумно удобно в носке. Внутри этой сумки довольно много места. У вас хватит там места и для полномасштабного кошелька, и для косметички, и для ваших любимых духов. А у меня здесь, как всегда, самолеты. Еще хотела бы обязательно добавить, что эта сумка, она смотрится очень дорого. И она обязательно добавит лоска к вашему гардеробу. При этом она универсальная и подойдет как к вечерним нарядам, так и к дневным. Я думаю, что эта сумка украсит ваш гардероб. Напоминаю, что все ссылки на продемонстрированные в моей сумке находятся внизу под моим видео. И последний на сегодняшний день бренд – это Валентина. Сумка Rockstead, модель No Limit, в размере Small. Первое, на что падает взгляд, это шипы-пирамиды с платиновым покрытием, знаковым для бренда. Их достаточно умеренное количество, и они очень красиво обрисовывают линии этой элегантной сумки. Широкий клапан украшает замок-вертушка, также покрытый шипами. В этой модели использована мягкая, но прочная кожа буйвола. Эта сумка в основном носится через плечо. Вот так. Но также длинный ремень можно сложить пополам и носить в руке или на плече. Так тоже, кстати, очень удобно. Длинный плечевой ремень. Три внутренних отделения. И небольшой размер делают No Limit идеальной спутницей на каждый день. Она без ярких логотипов. Только с внутренней стороны клапана простроченный и уплотненный логотип в виде буквы В. И сзади на плоском открытом кармане золотая гравировка. Вот такая сумка. Очень приятная, очень красивая. Не забывайте все ссылки на продемонстрированные сумки внизу под моим видео. На этом я заканчиваю свою передачу. Не забывайте ставить лайки, жмите на колокольчик, подписывайтесь на мой канал. Я, как всегда, желаю вам всем любви, удачи. Будьте модными и стильными вместе с Еленой Акинфиевой. Не забывайте писать свои комментарии. Я их всегда очень жду и с удовольствием на них отвечаю. Напишите, пожалуйста, что бы вы еще хотели услышать в следующей моей передаче. До встречи!